Чат GPT отличная штука, но к нему не так просто подключиться из России, а новая версия еще и платная. Perplexity может стать хорошей альтернативой для жителей России, поскольку он не ограничивает россиян в доступе, да и вообще. Это чат-бот на основе GPT-3.5 с ограниченной возможностью использовать GPT-4. Абсолютно бесплатный и с подключением к интернету. Единственный его недостаток — это название, которое совершенно невозможно выговорить. Скринкаст будет короткий, тут совершенно не про что рассказывать, кроме того, что Perplexity существует. Тут список популярных тем, которые постоянно меняются. Нейросеть понимает контекст и так же, как чат GPT, готова общаться на равных. Например, можно попросить ее перевести то, что она написала по-английски. Тут есть ссылки на статьи, где можно изучить вопрос, а также в самом тексте стоят ссылки на понятия, которые также с точки зрения нейросети позволяют вам сформировать правильную картину. Причем, видите, он уже понимает, что писать надо по-русски. Но это все лирика, а теперь самое важное. Вы можете искать везде, ну точнее попросить искать везде, а можете выбрать конкретный ресурс. И если вам нужна короткая инструкция по тому, как пользоваться какой-то программой, то вы просто забиваете название этой программы и добавляете магическое словосочетание Вова Ломов. Все. На этом знакомство с нейросетью можно заканчивать. Все главное о ней вы узнали. Можно узнать еще, кто такой Вова Ломов и чем он занимается. А можно еще узнать, какие еще инструменты для повышения продуктивности рекомендуют Вова Ломов. Вот это даже мне интересно. Что же такое я рекомендую? А, вот так вот. Он вытащил информацию из ролика и это крайне интересно. Не думаю, что нейросеть пересмотрела все ролики на YouTube. А кажется мне, что она имеет доступ к базе данных Google с расшифровкой роликов. Но это мое предположение. А какой, интересно, лучший VPN я рекомендую? Ну вот тут она сбилась. Вопрос оказался сложным. Чего-то она странных ссылок накидала, но Амнезия VPN действительно в моем топе находится на первом месте. Так, что у нас тут есть? У нас тут есть возможность использовать GPT-4. Это то, что стоит в обычной жизни 20 долларов в месяц. Но для этого нужно здесь зарегистрироваться. Либо с помощью Google Apple, либо просто по email. Я проверял, в России работает, никаких ограничений не заявлено. Но может быть не лишним на этом шаге использовать VPN. Чат GPT внес, конечно, сумятицу со своими ограничениями. Все, зашли в почту, перешли по ссылке, выбрали юзернейм, авторизовались. Что нам это дает? Ну, во-первых, GPT-4. Как я говорил, с ограничением в пять запросов за четыре часа. Для того, чтобы воспользоваться, пишем запрос, включаем галочку, отправляем запрос. Думает он, кстати, гораздо дольше. Вообще, Perplexity работает очень быстро. Раза в три, мне кажется, быстрее, чем чат GPT. Ну, в общем, да. Как и просил, короткая статья. Куча ссылок, все можно изучить. А какие интересные критерии выбора VPN наиболее важны? Ну, не знаю. Я бы добавил Open Source. Но надо отправить безопаснику, может, я не прав. Все, у нас осталось три запроса. GPT-4 отключился. Ну, и давайте уже оставим задачки для слабаков и спросим что-то по-настоящему сложное. Шабадинова с улицы Трафарезов. Знаете ли вы и знает ли он, кто это? Да. За вас не скажу, а он знает. Отличный пересказ сюжета. Ну и по интерфейсу. Все предельно аскетично. Тут ваши запросы. Можно удалить все или какие-то отдельные. Тут настройки. Ну, тоже все понятно. Юзернейм. Аватар. Можно выйти из аккаунта и удалить аккаунт. В случае выхода указываете почту и заново ждете письма со ссылкой. Да. История сохранилась. Ну и что называется на сладкое. Приложение под Android. Появилось недавно. Не перепутайте. Много подделок. Лучше устанавливайте по ссылке с сайта. Также предельно аскетично и с бонусом в виде возможности голосового ввода. Я влюбился в Perplexity, потому что он знает, где именно проходил концерт Егора Летова в восемьдесят восьмом году в Вильнюсе. Жена в восторге от того, что он посоветовал шесть разных способов почистить ковер. Ну, в общем, милашка. Теперь член семьи, периодически выпиваем с ним. Все любите друг друга. Теперь это просто жизненно необходимо. И помните, в конечном итоге все будет хорошо. Это говорю вам я, Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Субтитры создавал DimaTorzok